Сегодня по приглашению федерального канцлера Германии Олафа Шольца, президент Республики Узбекистан, Шавкат Мерзиёев отбыл в город Берлин с рабочим визитом. Глава нашего государства проведет в немецкой столице ряд официальных и деловых встреч. Примет участие в мероприятиях в формате глав государств Центральной Азии и Германии. Репортаж Сергея Алибаева с места предстоящих событий. Узбекистан открылся миром. Мы видим расширяющийся конструктивный доверительный диалог как в двухстороннем, так и во многостороннем форматах. Пример – активное расширение контактирования Узбекистана и Германии. Взаимные визиты на высшем уровне наполнили партнерство новым качественным содержанием, новыми совместными проектами и программами. Этапную страницу развития межгосударственных отношений открыл составившийся в мае этого года официальный визит президента Шавката Мерзиёева в Федеративную Республику Германию. Его итог, напомним, подписание 16 межправительственных и межведомственных документов, серых экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций. А по итогам деловых мероприятий достигнуты торговые, финансовые и инвестиционные соглашения по развитию промышленной кооперации и расширению технологического партнерства на сумму свыше 9 миллиардов евро. Речь о кооперации в области зеленой энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства и инноваций и других приоритетных направлениях. У нас очень тесные и плодотворные отношения партнерства с Узбекистаном, который динамично развивается во всех сферах, к примеру, в туризме. Помимо уникальных исторических достопримечательностей, ещё одним важным плюсом вашей страны является наличие инфраструктуры, скоростные поезда, ультрасовременная гостиничная система мирового уровня разных ценовых категорий. Отели могут удивить европейских туристов не только стоимостью, но и высоким сервисом. Кроме того, развитию туризма для наших компаний способствует совершенствующаяся система аэропортов, таких как построенные в городе Самарканде. Мы очень рады, что лидеры стран Центральной Азии встретятся с руководством Германии в Берлине. Мы высоко оцениваем инициативы и усилия президента Узбекистана, направленные на укрепление сотрудничества и сохранение стабильности в Центрально-Азиатском регионе. И сегодня мы наблюдаем беспрецедентную динамику развития узбекско-германского многопланового сотрудничества. Продолжаются интенсивные политические, гуманитарные и деловые контакты. Стороны оказывают взаимную поддержку в рамках авторитетных международных институтов. Высшее руководство Германии всецело поддержало новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, углублению интеграции в регионе. Именно в майские дни 2023-го была достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате «Германия-Центральная Азия». И реализация инициативы не заставила себя долго ждать. Подобная платформа уверенной стороны будет способствовать обмену опытом и мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Поощрять и укреплять региональную взаимосвязанность. В 2019 году, напомним, Федеративная Республика Германия, поддерживая политику Узбекистана по развитию добрососедских отношений в регионе, стала инициатором смены парадигмы стратегии ЕС для Центральной Азии. И новая инициатива ЕС «Глобальные ворота». Эти документы призваны развивать многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Федеративной Республикой Германии. Обеспечить инфраструктурный прогресс стран Центральной Азии, а также интеграцию региона в мировые производственные и логистические сети и транспортные маршруты. Важно также отметить содействие Берлина усилием Центральной Азии по становлению мостом между Востоком и Западом. Конечно же, подобный интерес Германии и ЕС к Центральной Азии обусловлен тем, что в регионе, при консолидирующей роли официального Ташкента, сформировалось пространство дружбы, доверий и стремления сообща решать актуальные задачи странового и глобального роста. Формируется мощный интегрированный рынок. Мы в преддверии исторического события. Саммита Центральная Азия-Германия. Это сотрудничество имеет большое значение как в экономическом, так и в политическом отношении. Говоря о партнерстве между Узбекистаном и Германией, следует отметить, что между нашими странами установлены прочные взаимовыгодные отношения. Как известно, несколько месяцев назад президент Узбекистана Шавкат Марзиоев посетил Германию по приглашению федерального президента. И вот, предстоят важные события следующего визита. В Германии хорошо знают о реформах в Узбекистане во всех сферах и высоко оценивают их. ФРГ заинтересована в дальнейшем расширении отношений многопланового партнерства. Для граждан ЕС введен безвизовый режим для въезда в Узбекистан, потому как важно, чтобы больше гостей из Германии и Евросоюза приезжали в вашу страну. Ближе знакомились с ее уникальным историческим наследием, огромным туристическим потенциалом. Уверен, в будущем страны Центральной Азии и Узбекистан в первую очередь будут играть важную геополитическую роль как во внешней политике, так и в экономическом плане. Такое сотрудничество особенно важно для Европы и Германии в частности. Берлин признает также важность Центральной Азии и Узбекистана в первую очередь в обеспечении безопасности и стабильности. Знаком в расширении партнерства, конечно же, станет нынешнее событие. Уже в ближайшее время начнется рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавкята Мерзиёева сюда, Федеративную Республику Германии. Планируется, что глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, федеральным президентом Франком Вальтером Штанмайером. Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства. Кроме того, состоятся встречи в рамках переговоров глав государств Центральной Азии и Германии. Лидер нашей страны примет участие в деловых мероприятиях, инициированных Восточным комитетом немецкой экономики. Будут рассмотрены актуальные направления дальнейшего расширения многопланового взаимодействия в индустриальной, технологической, инновационной сферах. Мы будем детально информировать вас об этом. Сергей Алибаев, Акмаль Расхаджаев, Бахтиор Файзулаев. Специально для телеканала «Узбекистан-24» из Берлина.